Здравствуйте, дорогие друзья! Такая короткая тема. Я просто побывал на семинаре по кардиологии и кое-что переосмыслил и решил кое-что озвучить вам. Так как вы меня смотрите, вы любите тему про анаполические стероиды, и очень часто мне люди звонят и говорят, соответственно, что человек может даже уже длительно находиться. Такие жалобы в основном у мужчин и у взрослых бывают, то есть человек длительно находится на горном заместительной терапии, может быть даже по медикаментозным показаниям, используя минимальные дозировки, но у него все равно, соответственно, гипертония. И вот он стандартно, соответственно, пьет какой-нибудь игилок там условно, с ней никак не борется, и в этом видео я решил обсудить основные причины гипертонии, как с этим бороться, на курсе тестостерона что делать и основные ее механизмы работы. То есть первое, самое очевидное, что в голову попадает, если немножко изучить вопрос, и мы постоянно во многих видео, я уже с вами это проговариваю, те, кто смотрит мой канал, они уже, наверное, привыкли к этому слову гиперкоагуляция, это повышенная свертанность крови, сдавайте кулограмму. То есть это вот все в этом роде. В принципе, можно обратиться к врачу-кардиологу, кому угодно, если у вас гиперкоагуляция, терапевт, кардиолог, эндокринолог, ну точно вот три специалиста, которые смогут вам подобрать антикоагулянты, дозировку, как правило, здесь не так глобально это все. Вот, если это не какие-то, ну, серьезные, там, какие-то цифры завышенные, сопровождающиеся другими изменениями, о чем мы не рассматриваем, что это, конечно, соответственно, какие-то случаи, когда был там инфаркт миокарда, когда были какие-то другие патологии сердца структурные, это мы не рассматриваем. Мы рассматриваем, соответственно, человека, который именно на курсе тестостерона начинает испытывать гипертонию. Вот, что для нас еще интересно, то есть, надо понимать, что при высоких дозировках многие такие препараты, как тренобаллон, повышают пульс и могут повышать коагуляцию, если вы много препаратов используете, вы, во-первых, должны убедиться, что вот они так делают. Вот, можно отдельно, соответственно, назначать препараты, которые снижают пульс. Я сейчас озвучу самый известный, самый простой и, на мой взгляд, самый безвредный, потому что мне часто люди там советуются, говорят, ну, я вот на сушке сейчас, вот, мне хотя бы сейчас заснуть, потому что у меня там же сжигатели, у меня фармакология, что можно выпить вот так вот, если не сдавать анализы. Вот, если не сдавать анализы, можно одну-две таблетки кровололу элементарно выпить, кроволол слегка снижает пульс. Ну, вообще, за коагуляцией крови, даже на сушке, где угодно надо следить, анализ очень дешевый, по-моему, 300 рублей стоит. Вот, поэтому лучше за этим следить. Второй момент, который не самый очевидный, но, вы знаете, это гениально, на самом деле, в каком смысле. То есть, я об этом прям вот, ну, задумался после семинара, прям, глобально просто заставил меня перечитать инструкцию к тестостерону, у меня такой инсайт. То есть, мы половина семинара говорили о гипернатриемии. И я помню точно, что тестостерон повышал натрий. Я залазил, прихожу домой, залазил в инструкцию, РЛС, вы ее везде можете найти, стандартные инструкции в любых справочниках, фармакологических электронах или книжных. Там написано, что повышает уровень натрия, задерживает калий, натрий там и так далее. Таким образом, мы должны проверить, есть ли у вас гипернатриемия. А вот с выявлением гипернатриемии, особенно тестостероновой гипернатриемии, не все так очевидно, как казалось бы. Во-первых, ее надо посмотреть, есть ли она в других тканях, вплоть до ногтей. Нужно сдать на натрий. С чем это связано? Связано это с тем, что клетки, они, различные клетки, различные ткани, они могут по-разному накапливать натрий. Вы можете быть очень отечным человеком. При этом не использовать, быть на сушке, не использовать препараты, которые вас заливают. Вы можете испытывать как раз проблемы с высоким давлением. У вас там могут краснеть глаза, краснеть лицо. И, соответственно, таким образом у вас может быть гипернатриемия. И, соответственно, назначается вершперон очень просто, то есть калий, сберегающий диуретик. И просто человек, который особенно в длительном курсе, он вынужден его периодически пропивать, чтобы опускать натрий. Но, понимаете, здесь это все элементарно. И, наверное, это один из немногих выпусков. Вот с гипернатриемией фактически все, что я описал, можно выявить самостоятельно. То есть достаточно сдать, соответственно, в лаборатории все возможные. Есть там волосы натрия, да, там и так далее. То есть все-все-все вот это сдать, посмотреть, есть ли он в других тканях. Вот. И все. И если он где-то превышен, то значит, да, у вас просто, ну, в крови он не выявляется. Но в тканях его много скопилось. И, соответственно, лишний избыток натрия надо выводить. Надо выводить обязательно, иначе это рано или поздно будет, соответственно, глобальное кардиологическое приключение. Поэтому, дорогие друзья, я думаю, что тему с гипертонией, тестостероном надо отслеживать. И если у вас есть такая возможность, сделать это как можно чаще, следить за этим. Либо наблюдаться просто у профильного специалиста, врача. Может быть, это будет кардиолог. Может быть, вы работаете с эндокринологом. Может быть, вот у меня есть очень грамотный терапевт, который, кстати, тоже может работать онлайн. Может быть, вам терапевт понравится, потому что он весь такой многопрофильный, антиковидный и так далее. Вот. Кто как. Но работать с этим нужно. Если просто вы длительно используете стероиды, вы видите, что у вас, соответственно, отечность есть на лице, то, соответственно, лучше натрий проверить. С другой стороны, вот как у меня есть проблема. Сама отечность на лице очень важна, не обижать завершпироном. Потому что, вот как я яркий, наверное, пациент того примера, как гипернатриемию, да, можно перепутать с аллергией. Вот. То есть, соответственно, я очень сильно отекаю до сих пор. То есть, я до конца все аллергены, наверное, не выявил. Последние вот несколько лет у меня случилась аллергия на пыль, и ее сложно избегать. И как-то вот руки не доходят полностью. Это с коллегами все грамотно снивелировать до конца. Поэтому просто на глазок из разряда мини-отеки так не надо пить. То есть, надо все равно подтвердить диагноз гипернатриемия, посмотреть именно его во всех тканях и системах грамотно. Можно это сделать еще и в течение, там, ну, каждый месяц, допустим, сдавать не так, это дорого будет посмотреть. Меняете препарат. Опять же, точных данных нет о воздействии всех препаратов, о задержке всех препаратов натрия. Там, допустим, какой болдынов задерживает натрий сильнее, чем тесостерон или нет, условно. Или там сустаном. Ну, конечно, скорее всего, сустаном сильнее натрий задерживает, чем тесостерон. Вот. То есть, и вот исходя из этих моментов, соответственно, мы работаем с гипертонией. Дорогие друзья, я надеюсь, вам было интересно. Это вещь, о которой мало говорят в интернете. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо за ваши комментарии. Мне очень приятно читать ваши отзывы, ваши благодарности за мою работу. Я вам тоже очень признателен, что вы смотрите мой канал. Вот. Хотелось бы как-то отвлечься и, наверное, больше поснимать какие-то выпуски. Ну, совсем, может быть, на лайтовые какие-то темы. Вот, чтобы вам было интересно, я не знаю, лайфстайл или какие-то, не знаю, другие жизненные аспекты здоровья. Что-то вам рассказать такого. Вот. Можете мне посоветовать в комментариях, что бы вы хотели видеть. У нас есть более позитивный такой контент, полезный с информацией. Но немножечко вот я жду операторов. Там все будет качественнее. Звук, на который вы жалуетесь, он будет идеальным. То есть, к этому мы ко всему придем. Но, наверное, этот месяц придется подождать. И я вот думал, что месяц-два, если мы ждем, может быть, можно попробовать что-то, ну, так скажем, на лайте поснимать для вас какие-то вещи, которые вам было интересно. Спасибо вам за просмотр. С вами был Кравцев Сергей. И да пребудет с вами здоровье. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»